Добрый день, дорогие друзья! Зовут меня Наталья Скира. Я врач-стоматолог, более чем с 20-летним стажем, опыта работы в стоматологии. И с 2002 года я занимаюсь нутрициологией. Образование нутрициологии получала в Московском государственном университете. Что же меня привело заняться нутрициологией? Прежде всего, это, конечно же, состояние собственного здоровья. На определенном этапе жизни скопилось уже, скажем так, достаточно проблем, и нужно было решать проблемы со здоровьем. И, к сожалению, будучи сама врачом официальной медицины, я пришла к тому, что с некоторыми своими проблемами официальная медицина мне не может помочь справиться. Начали появляться какие-то статьи, какие-то книги, люди, которые занимались так называемой нетрадиционной медициной, как у нас это принято называть. Или сейчас уже это получило более, скажем так, интересное название, как альтернативная медицина. Из 2001 года я на этапе, скажем так, изменения своего качества жизни встретилась с компанией Международный Коралловый Клод. До этого я занималась разными видами очисток, принимала какие-то биологически активные добавки. То, что мне рекомендовали коллеги, которые уже работали с нутрицептиками, я принимала и использовала в своем лечении или в своем оздоровлении. Вот так будет более правильно. И вот в 2001 году я познакомилась с компанией Международный Коралловый Клод. И меня очень привлекло то, что здесь была единая система подхода к человеку. Самое первое и самое важное, это, конечно же, вода. Не секрет, все уже знают, даже не о врачи, что человеческий организм на 70% состоит из воды. И от качества воды, в первую очередь, зависит качество нашей жизни. Какую воду мы... Следующим моментом была очистка. Кроме воды, периодически человек должен очищаться. Как часто мы моемся? Каждое утро никто даже не задумывается о том, для чего. А давайте попробуем не умыться или не помыться. Как мы себя будем чувствовать? Почему каждый не задумывается о том, а что чувствует внутри наши органы, в первую очередь желудочный и кишечный тракт, если мы его не моем, хотя бы периодически. И в этой компании была уникальная очистка. Компактная, комфортная, две недели раз в полгода, ну, две-три очистки в год. После воды очистки защита, иммунная, антиоксидантная защита. Все мы знаем, что сегодня в мире огромное количество разрушающих факторов. И свободно-радикальное разрушение человека, ну, приводит к очень многим болезням. И, конечно же, мы должны создавать какую-то защиту. Иммунную, антиоксидантную. И обязательно питание. Питание не для глаз, когда приходим в магазин и видим красивые картинки. Не для желудка, чтобы просто чем-то его наполнить. А питание для клеточки. Я имею в виду аминокислоты, витамины, минералы, полиненасыщенные жирные кислоты, бифидофлора. Все это было в компании. И, конечно же, я начала с себя. С себя, со своей семьи мы начали менять образ жизни. Мы начали пользоваться, пить чистую, хорошую воду. Мы начали пользоваться очистками. И, конечно же, питанием. Когда я получила результаты у себя, у мужа, у дочки, я перенесла это все на работу в стоматологии. Это очень важно. Ведь очень многие из нас, врачи более узких специализаций, скажем так, стоматологи, офтальмологи, лор-врачи, не задумываются о том, что ведь ухо, оно не отдельно от организма. Ведь зуб не отдельно или глаз. Это все единая система. И если происходят нарушения в таких органах, как, скажем так, касается моей специальности, как зубы, что привело к этому? Ну, отнюдь не только наличие патогенной флоры в полости рта. Потому что патогенная флора в полости рта, то есть рот открыл, что снаружи, то внутри, каждую секунду, каждую минуту, каждое мгновение появляется у нас. Но почему-то кто-то больше страдает от разрушения зубов, кто-то меньше, у кого-то зубы разрушаются, у кого-то парадонт разрушается, у кого-то частые воспаления. Что приводит к этому? Начала вспоминать то, о чем учили в институте, потому что, работая практическим врачом, в частности не задумываешься, да, поставил пломбу, снял зубные отложения, дал рекомендации по поводу правильной чистки зубов. И отправил человека, да, на полгода с повторным посещением, там, кому два раза в год, кому три-четыре раза в год контроль посещения. Следующий этап человек приходит, опять новые кориозные полости, или там камни образовались, опять снял пломбу, поставил, и опять ждешь следующего посещения. И сейчас, когда я уже начала системно подходить к каждому человеку, и, скажем так, к каждому индивидуально, я получила результаты не только у себя, я получила результаты у своих пациентов. Конечно же, возьмем такое, скажем так, самое неприятное заболевание в стоматологии, как парадонтит. Если раньше это были болезни людей после 50 лет, после 60, то сейчас парадонтит встречается в 10-11 лет у детей. И наблюдая за этим основным фактором, поражающим зубы детей, ткани парадонта детей, является паразитарная флора. Когда начинаю общаться с родителями, да, в анамнезе были очень часто у некоторых удаленные аппендициты, удаленные миндалины, аденоиды, то есть это нагрузка на лимфатическую систему. Чем нагрузка? Нагрузка продуктами распада каких-то паразитов, нагрузка продуктами, скажем так, как недопереваренными продуктами пищи. Значит, что происходит? Только когда происходит нарушение во всем организме, тогда страдают и зубы, тогда страдают и ткани парадонта. Очень у многих в анамнезе, у детей, у которых множественное поражение кариеса, есть животные. То есть отсюда опять разрушающее действие на организм и паразитов. Мы их любим, мы их целуем, мы их обнимаем. Иногда даже не обязательно, чтобы были животные, что такое дети, пошел на улицу. Погулял, что-то взял грязными руками, съел. Но чаще всего, я говорю, когда есть животные, тогда множественное поражение кариеса. Множественное поражение. Ну, в анамнезе обязательно присутствует астматический компонент, частые простудные заболевания. Ну, я уже сказала, уже у некоторых в 4-5 лет удаленные некоторые органы. Так что это дети имеют системное поражение, в первую очередь, желудочно-кишечного тракта. Вирусы, бактерии, у многих цветущие грибы. Сейчас существует удивительная, уникальная диагностика по капле крови. Хотя мы можем тестировать не только кровь, любую жидкость. Слюну, лимфу, сперу. И вот наблюдая за слюной, у людей, у которых есть патология, мы брали слюну у людей с тяжелыми формами пародонсита, у детей, у которых, скажем так, воспаление слизистой. И что мы наблюдали? Очень часто множественные поражения грибами. Огромные колонии грибов. Изменилось питание. К сожалению, родители, недопонимая вредность многих продуктов, покупают детям, потому что идет реклама. Ребенок хочет. Ребенок хочет газированные напитки. Ребенок хочет сладостей, киндер-сюрпризы, кока-кола. Это все разрушающие факторы не только на зубы, а на весь организм. Ну, конечно же, страдают зубы. И потому, чаще всего, вот, организм, скажем так, выбирает более, как правильно сказать, более щадящее воздействие. сначала разрушаются, ну, зубы – это менее важные органы, чем, допустим, сердце, чем, допустим, легкие, чем, допустим, желудок. Но, в первую очередь, страдают зубы, волосы, да, ногти, это самое, у маленьких, допустим, у маленьких детей или у людей более молодого возраста. И с этими проблемами люди, конечно же, идут к кому? К стоматологу. Если, допустим, берем зубы. Приходя к стоматологу, я уже понимаю, что происходит. И начинаю человеку рассказывать. Потому что многие, если мы говорим уже, что некоторые врачи даже не задумываются о том, что происходит в организме, то пациент, естественно, некоторые даже удивляются, причем здесь кишечник и состояние полости рта. Впервые услышат такое. Когда уже начинаешь рассказывать человеку о том, что организм – это единое целое, и что в лечении даже одного-двух кориозных зубов, допустим, нужно обязательно системный подход. И, конечно же, если есть полость, как стоматолог, я ставлю пломбу и даю человеку обязательно рекомендации домой. Если человек понимает, что он больше не хочет, чтобы его зубы разрушались, он не хочет терять, чтобы у него там ломались ногти, чтобы у него выпадали волосы или были какие-то другие нарушения, он становится на совершенно другой путь. Совершенно другой путь – это прежде всего изменить свое мышление, полюбить себя и заняться своим здоровьем, потому что чаще всего мы привыкли заниматься нездоровьем. А тут я предлагаю сохранить здоровье, улучшить, если уже произошли какие-то нарушения. И, возвращаясь к тому, что я уже сказала, это должна быть система первая – вода. Организм стареет от того, что обезвоживается и закисляется. Если даже твердые ткани зуба состоят из воды, от 4 до 11% в твердые ткани зуба входит вода, то мозг человека более чем на 80% состоит из воды. И, конечно же, из дневного рациона 70% должна составлять вода, потребление пищи, и 30% еда. Да, можно дополнить чаем, можно дополнить свежевыжатыми соками, потому что, если говорят о пакетированных соках, ну, давайте будем откровенны. Мы просто потребляем сахар. Сахар, закрашенный определенного цвета, сахарный сироп, имеющий какие-то вкусовые это самое, качества, ну, определенного фрукта, там, яблоко, апельсин, или... То есть, здесь о натуральном говорить даже не приходится. Читайте, что написано пакетом. Если пишется натуральный сок, читайте, что написано дальше. Чаще всего пишется не менее 25% использования концентрата, а дальше все остальное добавки. Если говорить о газированных напитках, то я, как стоматолог, категорически против, особенно детям. А если еще сладкие напитки, представляете, двойное воздействие. Газированные напитки это кислота, первый вредный фактор, то есть, мы закисляемся. И второе, газированные сладкие напитки это сахара, это питание для грибов, питание для другой патогенной флоры, для микроорганизмов, которые, в частности, разрушают зубы, то есть, образуют кариозные процессы, участвуют в кариозных процессах. Опять возвращаемся, почему я так много к детям, почему я так много уделяю внимания этому, потому что дети это наше будущее. Если мы сегодня начнем с детей, начнем детей настраивать на правильный, на здоровый образ жизни, то в дальнейшем мы через два, три поколения, но в конце концов получим более здоровое поколение, чем сейчас. Потому что сегодня у детей пораженность кариесом гораздо выше, чем это было 10, тем более 20 лет назад. И уже более 20 лет в стоматологии. И наблюдая этот процесс, смотрю, то есть, это катастрофа. Ну, естественно, разрушаются не только зубы, разрушаются все организмы, разрушаются организмы в целом. и вот эти вот вредные воздействия продуктами питания, неправильным питьем, воздействием электромагнитного излучения. Дети с маленького возраста сидят возле компьютера. Очень часто детей уже увидишь в 8-9 лет с мобильными телефонами. Санитарное гигиеническое заключение по поводу мобильных телефонов говорит, что до 16 лет пользование мобильными телефонами категорически запрещено. Родители этого многие не знают. И, конечно же, на этот счет нету такого фактора, как реклама, реклама двигатель прогресса, и потому телефоны в это самое телефоны продают, как ими пользоваться и как себя защитить от этого вредного воздействия, никто не рассказывает. Но мы-то должны быть грамотными, мы должны сохранять свое здоровье. Дальше такие экологические факторы, как допустим пользование дома разными химическими средствами. Химические средства мытья посуды, уборки в помещении – это все яды, диоксины, тот же доместерс, тот же утенок. А сейчас существует много средств, можно пользоваться для уборки своего помещения без использования химии. Есть чистики, есть компании, которые продают средства для мытья посуды безвредные, для уборки помещений безвредные. Любите себя, берегите свое здоровье. Ну и конечно же немаловажный момент, психологический фактор. Очень много негатива сегодня. И конечно же я общаюсь с пациентами стараясь хоть немножечко, хоть за это непродолжительное время, там час-полтора настроить на позитивное мышление. Не все так плохо. Если мы живем, если мы дышим, если мы видим, если мы слышим, это уже радость жизни. Один из немаловажных факторов, конечно же, еще является гиподинамия. Стали мало двигаться очень многие. Это разрушающий фактор, который тоже приводит к разрушению дискинезии желудочно-кишечного тракта. А дискинезию привозит к чему? К патологии в полости рта. Вот в общем-то несколько основных факторов, которые я перечислила, которые разрушают весь организм и приводят к патологии в полости рта. Это может проявиться не только в полости рта, а и на коже, и на глазах, и на других органах. Но так как я врач-стоматолог, и мне в основном приходится встречаться именно с кариесом, с парадонзитом, с парадонтозом, с некоторым заболеванием слизистой полости рта, которые являются уже следствием многих нарушений. сахарный диабет очень помолодел, потому что потребляем достаточно много сладостей, потому что не умеем правильно воспринимать разные стрессовые ситуации. Гипертония, уже в 30 лет люди страдают от гипертонии, уже многие знают, что в 30 и даже в 29 и в 28 уже были здесь у нас среди даже пациентов ситуации, когда человек умирает от инфаркта. То есть что к этому привело? Вот те все причины разрушающие, все эти разрушающие факторы приводят к заболеваниям. Заболевания не идут как отдельно кариес, как отдельно периодонтит, а это все нарушения всей единой целостной системы организма. Я бы хотела еще показать основные продукты, компаний, которыми я пользуюсь в практике, которые я рекомендую своим пациентам. Я их использую и для приема вовнутрь, как оздоравливающий фактор, как профилактический фактор, и использую также местно. Продолжая наш разговор, хочу поделиться опытом, каким образом мы работаем со своими пациентами. Приходя в нашу клинику, человек, попадая в комнату, где сейчас находится, эта комната ожидания для пациентов, оформляя знакомость с прескурантами, он заполняет анкету. анкета, где человек собственноручно отвечает на вопросы по поводу некоторых общих заболеваний, включая в первую очередь болезнь пациентами. Это требования с инстанцией, чтобы человек собственноручно указывал, болел, не болел, если болел в котором году. Здесь перечислены, я говорю, основные заболевания, и что немаловажно, в конце я предлагаю пациентам гарантийные условия только в том случае, если человек обязывается профилактически один раз в 6 месяцев проходить осмотры у врача-стоматолога, плюс выполнять рекомендации в плане сохранения своего здоровья, то есть профилактические рекомендации, и тогда мы гарантируем ему обслуживание гарантийное. И обязательно это уже по предложению российских врачей, я недавно была на конференции в Египте, и профессор Владимир Подхомутников, профессор кардиологии, и его жена доцент Ольга Подхомутникова, это дерматовенеролог, они меня познакомили с теми требованиями, которые сейчас есть в России. То есть эти требования к тому, чтобы пациент был в курсе всех существующих новых методов диагностики, профилактических мероприятий, доктор обязан порекомендовать, представить, какие существуют методы, я говорю, включая диагностику, лечение, профилактические мероприятия по применению биологически активных веществ и витаминно-минеральных комплексов. Пациент ставит свою роспись, что он ознакомлен с этим, будет он этим заниматься, не будет он этим заниматься, это уже, скажем так, не наше дело, или не наш, скажем так, вопрос уже, но мы перед пациентом предоставили все возможности для сохранения своего здоровья и для продления срока службы, в данном случае стоматологических уже услуг. Вот это такая анкеточка, человек пишет число, ставит роспись и, я же говорю, наряду с тем, что он знакомится с перискурантом, он заполняет эту анкету. Дальше у человека есть возможность познакомиться прежде чем попасть в кресло к стоматологу, познакомиться с чем же мы работаем, что мы рекомендуем. На столе у меня лежат наглядные материалы, это книги, книги, которые я рекомендую, книга называется «Задачка по зубам». Как эти задачки может пациент решить в домашних условиях. Вода, колыбель жизни. Хозяева от поневоле это книга о наших друзьях младших и что мы можем сделать, чтобы они не были такими агрессивными и не вызывали многие патологические моменты. Здесь же рассказ о паразитах и о том, как можно при помощи, так как я занимаюсь нутрициологой, при помощи нутрицептиков помочь решить эти проблемы. И в общем-то многие другие книги, которые мы рекомендуем посмотреть и почитать, чтобы вести здоровый образ жизни. Кроме этого есть журналы натуральной фармакологии и косметологии, где печатаются статьи медиков. В частности есть и моя статья «Профилактика болезни парадонта с использованием продукции компании Международный Коралловый клуб». Здесь же статьи не только касающиеся стоматологии. Вот рядом статья профессор доктор медицинских наук подхомутника Владимир «Возможности применения продукции у пациентов с гипертонической болезнью атеросклерозом». То есть многие наработки докторов. Здесь же в этом журнале например есть статья «Применение микробрайта». Микробрайт это я чуть попозже расскажу. Это удивительный порошок у больных с некариозным поражением зубов. Это статья уже кандидата медицинских наук доцент кафедры факультативной терапевтической стоматологии Московский государственный медицинский стоматологический институт. То есть вот пока пациент 10-15 минут заполняет анкету он может посмотреть и ознакомиться уже с материалами которые могут помочь ему или улучшить свое состояние здоровья или сохранить если на сегодня человек молод и достаточно энергичен и еще запас жизненных сил скажем так достаточно высок. Здесь же иногда пациенты задавая уже вопросы получая на ответы что же я могу сделать могут посмотреть есть у нас видео видеокассеты записанные со многих конференций или просто выступления врачей которые делятся опытом применения натуральных препаратов не только в стоматологии а и в других скажем так отраслях медицины и вообще просто для сохранения своего здоровья попадая в кресло стоматолога вернее доктор уже кое-что знает о пациенте потому что заполнив анкету сидя в комнате для ожидания он проходит к доктору и я читаю смотрю и я могу уже предполагать что может быть в полости рта у пациента зная общее его заболевание но чаще всего встречается молодые люди которых якобы ничего не беспокоит и они конечно же в этом анкете заполняют что практически здоров ну тогда уже пытаемся выяснить в частной беседе что же все-таки беспокоит пациента кроме зубов сначала просто я стараюсь с пациентом поговорить как с человеком а потом уже задаю вопросы что касается полости рта оценив состояние полости рта мы составляем план лечения объясняем пациенту что и как будем делать с чего будем начинать и конечно же в первую очередь начинаем или с острых процессов или с проблем парадонта если они существуют сейчас хочу немножечко рассказать о основных продуктах о основных скажем так препаратах которые я применяю в своей стоматологии самое первое и самое важное это любимый порошочек микробрай это антиоксидантный порошок это единственный на сегодня антиоксидантный порошок который существует на рюмке в состав порошка входит 80% такого антиоксиданта как микрогидрин микрогидрин это нобелевские разработки это ноу-хау не только в стоматологии а во всем мире в принципе как антиоксидантная защита но об этом можно узнать почитать есть у нас литература есть где можно зайти в интернет узнать 80% антиоксиданта микрогидрина сюда же входит изумительный продукт алоэ вера сюда же входит кальций то есть это натуральный порошок без каких-либо вредных добавок почему я акцентирую внимание на том без вредных добавок потому что к сожалению основная масса паст которые существуют на рынке не соответствует требованиям которые выдвигает стоматология да я понимаю реклама и конечно же как частный стоматолог ты не будешь заниматься вопросом тем чтобы кому-то доказывать что что есть вредного или в бэйт или в блендом это но я приблизительно перечисляю эти пасты но посещая стоматологические конференции посещаясь семинары есть институты которые занимаются исследованием этих паст приводится оценка их и очень многие пасты являются не просто малоэффективными а в них входят компоненты которые очень вредны и для зубов и вообще для всего организма и потому мы стараемся выбрать что-то и эффективное и в первую очередь вредное не вредное то есть используемый принцип не на вреде значит это местное применение в полости рта порошка микробра для чистки зубов для чистки языка для проблем которые существуют бывают там травматические поражения засыпаем просто рекомендуем засыпать рамки антиоксидантом этот же парочечек создает щелочную среду то есть щелочная среда как мы знаем она не способствует размножению патогенной флоры плюс в щелочной среде усваиваются такие микроэлементы как кальций фосфор это фтор это основные микроэлементы которые нужны для построения твердых тканей зуба следующий продукт который я рекомендую это вода продукт называется алкомайн в состав продукта входит белый коралл самга это один единственный из более двух тысяч видов коралл который соответствует или близок правильнее так будет сказать по структуре к такти человека это единственный коралл который используется в швеции имплантологии в трансплантации прошу прощения значит что делает этот порошочек 1 граммовый пакетик 1 граммовый пакетик в состав которого входит белый коралл самга в который входит серебро и аскорбиновая кислота опускается профилактическая доза на литр полтора воды опускается на литр полтора воды в течение дня вы попиваете воду какие качества приобретает вода вода становится щелочной вода становится антиоксидантной то есть в ней уже присутствуют электроны вода имеет 70 микроэлементов в ионной форме то есть микроэлементы уже начинают всасываться на уровне полости рта вода становится живой ни для кого уже не секрет что это единственная субстанция которая несет информацию которая сохраняет информацию для чего это нужно я повторюсь вода растворитель человек на 70 процентов состоит из воды и чтобы что-то клеточка получила и что-то из нее вышло обязательно нужно растворить то есть любая аминокислота любой витамин любой микроэлемент может попасть в клеточку только в водной среде и таким же образом продукты распада каких-то токсинов каких-то ядов могут вывестись из клеточки только при помощи воды значит помимо того что мы имеем чистую хорошую воду мы здесь же имеем 34 процента более 34 4 процентов кальция почему я бросила пакетик на пол-литровую бутылочку потому что я в основном пью 2-3 пакета в день и растворяю на пол-литра на 700 миллилитров то есть минимум полтора литра воды в день я выпиваю это же я рекомендую делать своим пациентам потому что один пакетик на литр-полтора это профилактическая доза но если вам за 30 если у вас уже были проблемы связанные с недостатком кальция то конечно же концентрация должна быть увеличена и вот таким образом я бросаю пакетик на пол-литра воды и вот в течение дня минимум 3 таких бутылочки я это самое я выпиваю кроме воды в компании существуют продукты которые содержат кальций вот один из них кальций мэджика сюда входит кальций сюда входит магний сюда входит спирулина то есть это не только наличие микроэлементов а это же и питание комплекс витаминов сюда же входит и цинк сюда же входит и хром сюда входит многие другие микроэлементы прекрасный жевательный кальций с витамином d очень любят дети это все продукты растительного происхождения то есть это все натуральные продукты вот здесь на стенде представлена часть продуктов которыми я пользуюсь и которые рекомендую моим пациентам как я уже говорила первая вода литр полтора а иногда и два литра воды в день каждый человек обязан выпить а потом уже то есть 70 процентов жидкости это должна быть вода 70-80 процентов остальное можете выпить чай можете выпить сок кофе я не рекомендую потому что кофе выводит суточную дозу кальция чашечка крепкого кофе выводит суточную дозу кальция если вы очень любите коль кофе то не обижайтесь если возрасте после 40 лет особенно женщины начинают страдать артритами артрозами частыми переломами нарушением менопаузы то есть это все недостаток кальция в организме который вы закладываете уже в молодом возрасте употребляя кофе кофе блокирует выработку ферментов поджелудочной железы это тоже немаловажный фактор так что пожалуйста выбирайте или на долгие годы сохранять свою молодость сохранять свой кальций таким образом сохранять структуру зубов волос ногтей костей или следовать любимой привычке употреблять кофе значит следующий этап это очистка вот эта коробочка это программа коловада да спасибо это универсальная очистка программа коловада плюс разработанная доктором альбертом зерам около 30 лет доктор потратил на разработку физиологичной натуральной программы очистки 14 дней которые могут изменить вашу жизнь 2-3 раза в году практически здоровым людям мы рекомендуем делать эту очистку этой очисткой пользуюсь я и моя семья с 2001 года я уже прошла 9 таких очисток каждые полгода а иногда и 3 раза в году вот в этом году я делала 3 очистки потому что 2 раза в году я была в Индии и все-таки жаркая страна где многие знают достаточно много друзей наших младших будем говорить паразитов и как бы защищая себя я после каждой поездки и еще после лета обязательно делаю вот такую вот очистку физиологичная как я уже сказала очень удобная для людей которые занимаются бизнесом для людей которые работают потому что очистка не требует отрыва от производства это следующий этап в системном подходе к организму вода чистая хорошая наполненная микроэлементами очистка антиоксидантная защита и иммунная защита иммунная защита это продукт молозива в первую очередь это продукт молозива я рекомендую особенно маленьким детям у которых множественное поражение кариеса на фоне противопаразитарной программы обязательно защита кроме молозива в компании существуют и другие продукты это новые продукты здесь у меня они не представлены но я уже пропила и могу поделиться иммуно-360 иммуномодуляторы эхиноцея кошачьи когать все витамины тоже можно отнести к защите это мы сказали про иммунную защиту и микрогидрин ищу на полочке да он у меня микрогидрин в шкафу принести значит к антиоксидантной защите мы относим как я уже говорила продукт микрогидрин это антиоксидант номер один в мире это повторяюсь нобелевские разработки одна капсула микрогидрина по антиоксидантным свойствам соответствует десяти тысячам свежевыжатого сока апельсина антиоксидант микрогидрин я просто каждый день принимаю его и потому что он стоит у меня в другом кабинете значит кроме этого хочу уделить внимание уникальному продукту это коллоидное серебро коллоидное серебро натуральный природный антибиотик действует более чем на 600 видов бактерий вирусов и грибов если искусственно созданные антибиотики воздействуют на 6 на 8 на 2 на 3 разные антибиотики если антибиотики широкого спектра то максимум на 8 видов микроорганизмов то коллоидное серебро воздействует более чем на 600 видов бактерий вирусов грибов не уничтожая дружественную флору потому что показатель коллоидное серебро в компании Королл Клаб Интернешнл 10 ппм это показатель в промиллях определяется если 20 то это уже разрушающие действия на свою дружественную флору если показатели низкие есть в других компаниях коллоидное серебро но показатели от 1.5 до 5 ппм то понятно что действия гораздо слабее значит после защиты питания ну питание здесь представлены только некоторые продукты в компании более 100 разных продуктов это аминокислоты в частности комплекс матрица незаменимых аминокислот которые нужны не только здоровому организму а ослабленному организму а организму с какой-то хроникой это комплекс витаминов витамины группы В витамин Е витамин С со спирулиной бета-каротиноиды то есть все группы витаминов представлены к питанию один из новых и любимых продуктов после 30 очень вкусный коктейль на работе я не хожу в столовую я не кушаю бутерброды я беру стаканчик коралловой воды беру коктейль вот сейчас я пью после 30 есть коктейль слимшейк со вкусом шоколада или ванили есть коктейль биофрукты это из фруктов вытяжки приготовлены по специальной технологии спаю мерную ложечку стакан воды получаю очень вкусный напиток и коктейль после 30 это весь комплекс аминокислот витаминов минералов которые нужен человеку после 30 после 45 я пью две ложечки кому до 45 может пить одну ложечку так что пожалуйста потому что когда начинаешь кушать бутерброды вы должны понимать это неправильное питание мы сочетаем белок с углеводом бутерброд допустим мясо или сыр это белок а хлеб это углеводы и что сразу возникает вроде бы хотел хотел кушать перекусил сразу надвинулась согрелась и усталость то есть работать не хочется когда я принимаю другие продукты или просто пью чай или съедаю какой-то вы не подумайте что я питаюсь только биологически активными добавками это добавка к еде поймите это правильно или если вы скушали яблоко или апельсинчик или очень люблю допустим в это время хульму вы покушали и в то же время на вас не надвигается сонливость потому что вы покушали правильно значит группа аминокислот витамина группа ферментов ассимилятор прекрасный продукт где находятся все семь групп ферментов необходимых нашему организму она сегодня не является секретом что все мы страдаем от ферментативной недостаточно потому что изменилось качество продуктов основные продукты мы потребляем приготовленными если две трети продуктов в рационе человек должны составлять сырые продукты то давайте каждый проанализируем сколько мы едим сырых продуктов сколько мы готовим в виде поджаренных проваренных законсервированных и потому конечно же при приготовлении ферменты разрушаются значит нужно просто уже добавить кроме ассимилятора есть еще ферменты пищеварительная формула есть прекрасный фермент из папаи и папаин очень любят детки не думайте что у детей состояние лучше чем у взрослых состояние в плане здоровья к сожалению на сегодня дети чувствуют себя гораздо хуже чем мы взрослые и потому давайте думать о нашем будущем поколении значит вот я называла комплекс незаменимых аминокислот это противити и есть продукт биошейн здесь кроме незаменимых аминокислот ходят еще травы которые способствуют регуляции обменных процессов то есть в программе похудения прекрасный натуральный продукт ну нужно тоже реально подходить к моменту похудения нельзя похудеть используя только какие-то биологически активные добавки диета обязательно движение обязательно питье обильное обязательно и тогда уже очистки если вы хотите похудеть принимаете добавки а у вас в кишечнике не все в порядке еда всасывается в тонком кишечнике вода в толстом что же вы получите да что-то может быть получит клеточка если у вас кишечник грязный а может быть и не получит то есть это уже в зависимости от степени как говорят степени зашлакованности вашего организма в общем-то все что нужно клеточке то нужно организму в целом потому что организм состоит здоровый организм со здоровых клеток организм с нарушениями организм с болезнями уже имеет достаточно большое количество нездоровых клеточек давайте любить свою родную клеточку давайте к ней относиться как к живому потому что из них из маленьких этих образований из маленьких клеточек состоим вот в общем-то рекомендации которые я даю пациенту на дом и если он после того как полость рта санирована он начинает заниматься профилактикой или восстановлением кислотно-щелочного равновесия в организме регуляция обменных процессов через год через два мы встречаемся и у меня уже есть такие результаты с людьми у которых нет уже зубных отложений у которых по 2-3 года не образуются новые кариесы хотя приходили с проблемами как я говорю от уха до уха это молодые касается молодых людей в возрасте до 30 лет да огромное количество разрушающих разрушенных зубов кроме общих рекомендаций что же мы применяем местно самое первое вернусь конечно же коллоидное серебро коллоидное серебро я рекомендую в случае когда есть острые заболевания слезистых значит под язычок и рассасывать в полости рта в зависимости от тяжести процесса 1-2 чайных ложки в день иногда увеличивают даже до столовой ложки в день так что это все зависит от сложности или от тяжести процесса привыкания к коллоидному серебру не будет потому что как я уже говорила здесь разрушающего действия на дружественную флору не будет коллоидное серебро не разрушает микроорганизм коллоидное серебро блокирует выработку фермента и потому привыкания к нему не будет значит кроме коллоидного серебра я местно в виде аппликаций использую на базе или коллоидного серебра или жиропеченью акулы использую алоэ манам как противовоспалительный как ранозаживляющий продукт использую кору муравьиного дерева как антибактериальный как противовирусный как противогрибковый продукт мы делаем повязочки и накладываем на пораженную слизистую используем после удаления зубов сюда же еще добавляю здесь капсулки высыпаем понемножку микрогидрин как антиоксидант накладываем на пораженные слизистые накладываем в зуба дисневые карманы опять же рекомендую эти продукты использовать вовнутрь рассасываем в полости рта то есть сразу будет двойное действие и общее и местное полости рта коллоидное серебро также использую для промывания корневых каналов иногда на сутки оставляю в каналах и каждые сутки меняю и даже гнойные периодонтиты у меня есть уже такие результаты после вскрытия выделения гноя первое посещение обильно промываем раствором микрогидрина высыпаем воду промываем обильно антиоксидантом оставляем коллоидное серебро на следующие сутки гноя нет ну это все зависит индивидуально от защитных сил организма у человека некоторые организмы и конечно же вовнутрь рекомендую вовнутрь усилены дозировки антибиотика коры муравьенного дерева коллоидного серебра микрогидрин как помощь антиоксидантная иммунная защита и обильное питье то есть вот в острых ситуациях делаем такие рекомендации если человек выполняет это процессы протекают достаточно быстро если нет у человека то есть всегда у человека есть право мы должны ему предоставить это если я промываю микрогидрином или коллоидным серебром каналы я всегда спрашиваю пациента у меня есть новая технология вы согласны с тем чтобы я использовала у вас полость рта то есть в этом случае я пациенту никогда не наврежу но я должна получить его согласие если он дает это согласие мы работаем если нет мы работаем традиционно используя все препараты которые существуют в стоматологии дорогие пациенты дорогие коллеги я хочу сказать что у каждого из нас есть право выбора хотите быть здоровыми будьте ими не хотите это тоже ваше право и всегда оно есть правильным правильным для вас и вот право быть здоровыми право использовать в своей жизни чистую хорошую воду биологически активные добавки к еде нам предоставила компания международный коралловый клуб продукты компании все сертифицированы сертифицированы на Украине сертифицированы в России сертифицированы в странах СНГ в некоторых странах Европы на сегодня уже есть склад и в странах Европы вы можете тоже если у вас есть близкие если у вас есть друзья вы можете попробовать и порекомендовать это все на сегодня сертифицировано и потому еще раз говорю у вас есть выбор значит в заключении любимые пациенты дорогие доктора я хочу вам пожелать самое главное и самое ценное будьте здоровы потому что если человек хочет быть счастлив он обязательно должен быть здоров вы видели больного человека счастливым нет конечно даже если у человека в определенный момент заболел зуб казалось бы это не сердце многие относятся что это не такая серьезная проблема с каким выражением пациент приходит к вам то есть этот человек конечно же не с выражением счастья на лице а чтобы быть здоровым чтобы вы встречались со стоматологом два раза в год просто профилактически показаться и услышать что все у вас в порядке я рекомендую занимайтесь своим здоровьем не завтра не послезавтра а сегодня и начинайте себя все что я вам рекомендую я уже говорила об этом но еще раз повторюсь я сначала все испробовала на себе на своем мужа на своих детях на своих внуках на своей маме с папой то есть все это пьют мои близкие люди а мои пациенты это мои близкие люди точно так же и все чем я что я люблю что я принимаю для того чтобы быть здоровой быть счастливой быть радостной и подольше сохранить себя скажем так молодой я рекомендую своим пациентам я вас люблю будьте счастливы спасибо спасибо